Кто бы хотел выступить в рамках последней сессии по четырем докладам? Пожалуйста, Вячеслав Ильич, пожалуйста. У меня есть вопрос по аудитории. Помните, были у нас интересные ответы по поводу того, нужно ли людям пить желчь после наружного дренирования. И мнения ученых разделились. Но у меня еще один вопрос. Среди тех, кто предпочитает все Jerry First, вот я слышал из Приволжского центра, был отличный доклад, и Александр Васильевич по-прежнему предпочитает все Jerry First? Нет. Нет? Тогда мне хотелось бы узнать. Если вы имеете СЕ19-9000, вы как будете действовать? Сюж Jerry First или нет? При этом опухоль резектабельная на КТ. Если вы внимательно слушали наш доклад, то мы сказали, что с 2000 года мы практически ни одного больного не прооперировали без предшествующей химиотерапии. Нет, нет, вы не сказали предшествующей, вы сказали без химиотерапии. Это я отлично помню, потому что я внимательно слушал ваш доклад. Ну вот еще раз скажу, что неодювантная терапия… То есть вы с 2000 года всем даете неодювант при резектабельных опухолях? Мы даем не только неодювант… Независимо от СЕ19-9… Что еще раз? То есть независимо от СЕ19-9… Независимо. При резектабельной опухоли… В том числе… Я подчеркиваю, да не в том числе, при резектабельной опухоли… В том числе, да. Вы даете людям неодювант? Да. То есть вы шли впереди рекомендации? Да, потому что мы в рамках научно-исследовательского института, наш этический комитет разрешает фактически использовать любые инновации, как и в Америке, кстати, да? Вот это, кстати, очень интересно. Потому что хотелось бы… Значит, вы к настоящему моменту должны иметь самый большой опыт в России по неодювантной терапии рака поджелудочной железы. Да. Но мы так и не видим этих результатов. Где они? Читайте, да, есть… Хорошо. Понял. Ссылки есть, я не знаю. Потому что, ну, конечно, вы не видите, потому что вы заняты все время вопросами, как бы, лечения местно распространенного рака хирургическим путем. Спасибо. Это просто говорит о том, что вы не слышали наши доклады или не слушали их внимательно, Алиса Васильевич. А надо. Ну, хорошо. Я бы хотел спросить. Алексей Михайлович, ну, вы такой расслабленный. Все 19,9 тысячи. Вы будете оперировать сначала или нет? Мой ответ, наверное, вас сильно разочарует. Но, в общем-то, мы тоже давным-давно уже перешли на неодеванную терапию. Если вы что-то не читали, простите, не написал. Напишем. Значит, тогда я вам сообщу следующее. Что вы, конечно, ну, по крайней мере, Александр Васильевич, он все внимательно читает и слушает. Алексей Михайлович, действительно, вы в лидерах находитесь. Это очень почетно. Потому что еще в 16-м году в городе Сан-Паулу состоялась просто настоящая дискуссия. Бой, дуэль между профессором Катцем из М.Д. Андерсон и Джоном Ниаптолемесом из Ливерпуля. Дуэль между профессором Катцем из М.Д. Андерсон. По поводу рака поджелудочной железы и хирургии сначала, есть ли у него высокие онкомаркеры. Катц говорил, я считаю, что вы будете безумным, если соперируете человека с двумя тысячами сей 19.9. А Джон Ниаптолемесом сказал, я соперирую. Почему? Потому что международные рекомендации ничего такого про это не говорят. На что делал упор известный человек Джон Ниаптолемес, который на минуточку основал четыре исследования ИСПАК. И одно из них закончилось, между прочим, тем, что стандартом стал ГЕМКАП. Так вот он говорил, что для него не имеет никакого значения, какой сей 19.9. Он не знал о мнении санкт-петербургских ученых в тот момент. И меня поэтому интересует такая вещь. Что для вас международные рекомендации, Александр Васильевич? Если вы уже давно, а они еще сзади. И что, Иванович? Я предлагаю вам ответить на этот вопрос. Александр Васильевич, можно я вам немножко помогу? Просто, понимаете, дуэли надо избежать. Да, я думаю, что нам надо избежать дуэли, потому что, скажем так, уже время на все вышло. А во-вторых, понимаете, мы требуем от учреждения, которые являются научными, которые имеют право на любые разработки и всего этого, мы требуем, почему они не делают, скажем так, не следуют рекомендациям. Они по своему статусу обязаны не следовать рекомендациям, а изобретать нам, давать что-то новое. Поэтому, что мы к ним пристаем? Это их задача, скажем так, делать что-то новое. Хорошо, я вам скажу, почему. Я спрашиваю, как пациент. Почему вы делаете вот так, а не по международным рекомендациям? Ну, у пациента есть этот шанс обратиться к вам, и к Александру Васильевичу, я думаю, что он выберет. Да, вот я бы хотел, чтобы Александр Васильевич говорил, что есть альтернативное мнение, которое я могу до его пациента донести. Дорогой Вячеслав Иванович, я не командир на этой сессии, но я специально сел там, где вот ваша фамилия и отчество, что, возможно, позволяет мне... Можете прямо с ней разговаривать. Я просто к чему хочу сказать, что мы обязательно учтем ваши пожелания и формат, и в следующем году мы обязательно сделаем вот сеть у пожилых людей где-нибудь в октагоне. Здесь есть великолепные места, клетка, зашли оба, обговорили, судьи. И, кстати, это может быть интересный формат, я сейчас не шучу, это можно обыграть, потому что сейчас создаются неформальные клубы, где объединяет не только профессии, но и дружеские отношения, и на самом деле откровенный разговор, он важен, и он интересен. Стол, совершенно необходимый. Стол, бутылка. А вот это следующее, это подождите, это через одно. Второе, я хочу сказать, что у нас, к сожалению, вышло время, я знаю, что Машу ждут уже, там автобусы стоят, там кое-кого ждут тоже. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто к нам приехал, прилетел издалека, и может быть мы не так, не были так гостеприимны, как мы обычно это делаем, но не успеваем в этом году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...